Около 6 тысяч человек вышли на протест в Гонконге. Его спровоцировало исчезновение нескольких известных книгоиздателей региона. Предполагается, что их похитили китайские спецслужбы из-за их профессиональной деятельности. В частности, из-за публикации материалов, разоблачающих преступления Компартии Китая и отдельных её чиновников. Протестующие обеспокоены тем, что подобная тактика агентов с материковой части КНР сведёт на нет принцип «одна страна, две системы», согласно которому Гонконг был передан Китаю в 1997 году. 65-летний Ли Бо, совладелец Козвей Бэйбукс, пропал в Гонконге в конце декабря прошлого года. Сначала его жена написала заявление об исчезновении, однако потом забрала его. Она сказала, что получила факс, предположительно, от своего мужа. В нём он сообщил, что добровольно поехал в Китай, чтобы оказать содействие в расследовании. Коком – не уточнил. Ли стал пятым человеком, связанным с книгоиздательством в Гонконге, который пропал за последние несколько месяцев. «Я бы сказал, что это поворотный момент в преследовании нашей свободы. Как человек может наслаждаться правами, если его насильно увезли в Китай и поместили в заключение для проведения расследования». Аресты и заключения диссидентов, активистов и правозащитников, осуществляемые китайским аппаратом госбезопасности – явление распространённое. Однако возможное применение таких же методов в Гонконге вызвало широкое общественное недовольство. Протестующие вышли с жёлтыми зонтиками в руках, символом масштабных демонстраций, которые вспыхнули в регионе в конце 2014 года. Люди потребовали от властей сообщить о местонахождении пропавших книгоиздателей. «Свобода в Гонконге находится под большой угрозой. Принцип «одна страна, две системы» может быть уничтожен. Если мы не выйдем, он на самом деле будет уничтожен». «Сегодня жертвой стал Ли Бо. Завтра, возможно, арестуют и заберут в Китай вас или меня. Мы должны выйти и защитить принцип «одна страна, две системы». Тем временем администрация Гонконга издала заявление о том, что она привержена защите свободы слова и свободы публикации. Отреагировали на пропажу книгоиздателей западные правительства. Крайнюю обеспокоенность текущим положением дел выразили власти США и ЕС.